Возникает черный экран при загрузке Windows, означает сбой загрузки операционной системы. Такое явление может возникать в процессе использования ПК, сразу после переустановки операционной системы, после установки драйверов и различной периодичностью. Неправильно установлены драйвера видеокарты, вы обновляли драйвера видеокарты, удалили старый драйвер видеокарты и скачали свежие драйвера для NVIDIA или AMD. После установки драйверов у вас возникла ошибка, вам стоит загрузиться в безопасный режим и удалить драйвера на видеокарту, скачать более старый драйвер, откатиться на старый драйвер или если вдруг какая-либо проблема, то попробуйте еще на более старый драйвер откатиться, предыдущий, если ошибка все же остается. У вас возникли вирусы на компьютере, это тоже причина того, что у вас возникает этот самый черный экран. Проверьте на антивирусы, с помощью сканера просканируйте ваш компьютер на наличие вируса. Если у вас подключены какие-либо внешние устройства, просто их отключите, это может быть внешний USB флешки, USB внешний жесткий диск. Черный экран может возникать по причине обновления системы, в данном случае надпись об обновлении и перезагрузка ПК. Если у вас старый компьютер или старый ноутбук, то это может занимать долгое время, поэтому дождитесь окончания, пока обновления будут установлены. Черный экран возникает из-за того, что вы не отключили быстрый запуск. Давайте это сделаем, переходим в панель управления, открываем наш панель управления, выбираем системы безопасности, электропитание, выбираем действие кнопок питания, изменить параметры, которые сейчас недоступны, и здесь убираем галочку, включить быстрый запуск, рекомендуется. Убираем эту галочку и сохраняем изменения. Если ничего не помогает и у вас все равно черный экран, скорее всего проблема кроется в вашей видеокарте, в вашей дискретной видеокарте. Если у вас есть интегрированная видеокарта, то просто отключаете видеокарту дискретную и подключаете встроенное видео. И в итоге проверяйте, если изображение появилось, значит проблема кроется самой видеокарте и стоит его отдать в ремонт или заменить.